Евромайдан 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 Сколько я понимаю, этого делать не собирается в ближайшее время, потому что, боюсь, никакое другое решение после всего того, что произошло, сейчас уже людей не удовлетворит. Потому что в новейшую историю Украины таких жертв не было, общество совершенно не склонно прощать. Безусловно, все равно лежит на Януковиче, который за три месяца протеста совершенно не прислушался к протестующим, хотя у него такие возможности были, постоянную ситуацию он накалял и в конечном итоге довел его до того, что мы имеем сегодня. То есть, кто-то сказал мне год назад, что в Украине будут такие события, я бы не поверил. Но у Януковича это получилось, поэтому какие-то косметические перестановки, я думаю, сейчас уже ничего не решат. Вы сказали о том, что началась полномасштабная гражданская война и протестующие... Полномасштабная, к счастью, пока еще сказал, что элементы появились в гражданской войне. Но так или иначе протестующие начали вооружаться, начали отвечать на действия Беркута, на огонь в их сторону. Вот протестующие недавно приковали губернатора Волыни к забору, избивали его, поливали его холодной водой. Как вам кажется, вот эта радикализация конфликта, когда безоружного человека избивают, который никак не проявляет никакой агрессии в сторону протестующих, не кажется ли вам, что эта радикализация, она послужит дурным примером для будущего гражданского общества в Украине и уж точно не будет способствовать тому, чтобы это гражданское общество развивалось в тех европейских, демократических ценностях, которым пытается идти Украина. Ну, вообще, насколько я знаю, его особо там не били, водой действительно поливали, действительно приковали. Сказать, что его только что мы избивали, я не могу, насколько, по крайней мере, известно. Хотя в любом случае, конечно, радикализация, она никогда не является чем-то хорошим, это абсолютно понятно. Проблема в том, что когда над народом творится насилие, за дня в день, как я уже сказал, в течение трех месяцев, то общество волей-неволей будет радикализоваться, то есть он с этим уже ничего не сделает. То есть власть, которая столько времени не шла на уступки, она, в общем-то, завела ситуацию в глухой угол. То есть вы оправдываете действия протестующих по отношению к людям, которые не проявляют никакой агрессии? Даже к представителям власти? Если говорить конкретно об этом случае, то, безусловно, это я не могу оправдывать. Но, с другой стороны, я могу этих людей, в общем-то, конечно, понять. Мы предложили уйти в отставку по-хорошему, он отказался, там, публично заявлял, что готов за Януковича умереть. Видимо, это испровоцировало людей на это поведение. Вы сказали, что как-то помочь в исправлении ситуации может только отставка Януковича, если он уйдет со своего поста президента Украины. Но не кажется ли вам, что сейчас и Кличко, и Цинюк, и Тегнебок, они потеряли контроль над Майданом? И на самом деле рулит там уже правый сектор и другие организации, которые зародились непосредственно на Майдане. И что, если даже будут досрочные выборы, этот же самый правый сектор могут не удовлетворить итоги этих выборов, и они начнут громить дальше. Они начнут идти дальше, они будут говорить, что мы не признаем ни Януковича, ни Тегнебока, ни Кличко. Мы хотим, чтобы наш кандидат победил, и никакие итоги выборов они не примут. Я не думаю, что так будет, но вот именно этот фактор того, что на Майдане сформировалось свое гражданское общество, оно как раз подтверждает, наверное, тот тезис, что никакие действия, кроме отставки Януковича, уже ситуацию не смогут вернуть в какое-то мирное русло. Но, в общем-то, правый сектор, он достаточно четко высказывал свои взгляды. Он, в общем-то, готов участвовать в политическом процессе, если это все будет честно и открыто. И, в общем-то, если будут проводиться выборы согласно каким-то правовым стандартам, я не думаю, что они будут дальше как-то способствовать напряжению и покучению ситуации. Тем более, что просто тогда люди их не поймут и от них отвернутся. Ну, совсем недавно была ситуация, когда Яценюк договорился с Януковичем о перемирии, и протестующие не приняли. Они не приняли этого, они пошли в атаку на Беркут, и Беркут начал отвечать им. То есть, протестующие уже не считают ни Яценюка, ни Кличко, ни Тегнебока своими моральными авторитетами. Они уже не доверяют им, они считают, что все переговоры, которые ведут Януковича, заходят в тупик, и они решают действовать сами. На самом деле, оно так и есть. Действительно, все переговоры с Януковичем заходят в тупик. Практически после каждого обещания Януковича каких-то перемирий следует, за все эти три месяца очень четко прослеживалось, наоборот, закручивание гаек. То есть, у людей есть все основания не верить власти, поскольку чаще всего она, если имеет какое-то перемирие, то только для того, чтобы перегруппировать силы. И, в общем-то, опять-таки, мы должны понимать, что правый сектор как таковой, он погоды там, в общем-то, не делает. То есть, да, это, конечно, глупа весьма заметная, которая играет определенную роль. Но вот это, в общем-то, наверное, самая главная ошибка вообще многих людей, с которыми я общаюсь, даже, в принципе, вроде людей не глупых. Мне до сих пор абсолютно искренне верю, что на Майдане собрались какие-то там ультра-националисты, чуть ли не нацисты, которые за деньги ГАЗДЕПа что-то там пытаются сделать. На самом деле это далеко не так. Нужно понять, и вот если это люди поймут, то они смогут посмотреть на эту ситуацию совершенно другими глазами, что на Майдане абсолютное большинство – это абсолютно нормальные люди, которые не состояли раньше ни в каких политических организациях, которые достаточно большой процент русскоязычных людей со всех регионов. То есть, конечно, можно сказать, что, наверное, западных регионов там и Киева людей больше, но, тем не менее, там достаточно много людей из восточных регионов и из южных. То есть, Стенукович реально смог объединить против себя, точнее, действительно всю Украину. И, в общем-то, это люди, это не какие-то маргиналы. Многие из них работали на высокоплачиваемых должностях, имели большие зарплаты. Мой лучший друг, которого я знаю, что из студенческой скамьи, недавно написал, что он там, знаю, что на баррикады вышел человек, который даже в фирме Ахметова работает, занимает там не последнюю должность, имеет большую зарплату. Несмотря на это, он уходит на баррикады против режима Януковича, потому что людей просто реально достал этот бандитский беспредел. Евгений, понятно, что людей достал бандитский беспредел, но все же правый сектор так или иначе всегда находится на передовой. Так или иначе, бойцы правого сектора ведут ожесточенные бои с Беркутом. Если сейчас мы представим, что Янукович принимает этот шаг, он уходит в отставку, назначаются перевыборы и выбирают, например, Иценюка. Правый сектор говорит, мы не принимаем этого президентом, или мы не принимаем этого примера, или мы не принимаем партию Баткевщина, мы хотим, чтобы наша партия управляла Украиной. Что тогда будет? Тогда будет раскол на западную и восточную часть? Ну, во-первых, как я уже сказал, скорее всего, они такого говорить не будут. Я в этом уверен, 99-99%. Даже если они такое и скажут, то, в общем-то, они, я думаю, очень быстро потеряют доверие людей. Как я уже сказал, пусть да, они там являются где-то мотором, пусть они заметны, пусть они активно участвуют, но это все равно не большинство протестующих. То есть, если с Майдана уйдут все, кроме правого сектора, там особо никого не останется, на самом деле. Потому что даже в тех же боевых действиях не только правый сектор участвует, участвует вот эта так называемая самооборона Майдана, туда входят и бывшие афганцы, интернационалисты, туда входят и ветераны других вооруженных конфликтов, даже бывшие сотрудники правоохранительных органов туда входят. То есть, в общем-то, спектр там очень, на самом деле, широкий. Но Вы согласны с тем, что это уже не мирный протест? Ну, естественно, с того момента, когда по людям стали стрелять, он уже перестал быть мирным. Вот один из бойцов Беркута недавно заявил, что мы не можем отдать города в руки людей, которые вооружаются, которые громят, которые атакуют нас. Мы не знаем, как они будут вести себя по отношению к другим гражданам, которые их не поддерживают. На самом деле, это совершенно смешное такое предположение, потому что, как известно, любые какие-то массовые протесты, они сопровождаются всегда погромами, магазинами, каким-то мародерством. То есть, все время у Майдана, да, в общем-то, не было ни одного случая, когда пострадал бы какой-то объект, напрямую, в общем-то, не связанный с протестом. Ну, был там случай, в Найке, по-моему, разбили витрины, но потом эти же витрины сами же протестующие застеклили за свой счет. То есть, в общем-то, эта ситуация абсолютно уникальна. Майдан – это было, в общем-то, самое безопасное место в Украине. То есть, этот уровень самоорганизации, он был достаточно высокий. То есть, в общем-то... Ну, как же это самое безопасное место в Украине, если мы сейчас получаем новости оттуда, что постоянно или кого-то ранят, или кто-то погибает? Я имел в виду не в процессе стычек, я имел в виду в процессе, когда люди там находились. То есть, там не было каких-то... Никто никому внутри не угрожает, никаких конфликтных ситуаций. То есть, там не было никаких мародерств, никаких драк, хотя там отсутствовала полностью милиция вообще. То есть, это все осуществлялось путем такого самоуправления. То есть, это, до моего взгляда, очень характерно. То есть, вот говорят, тоже иногда я слышу такой аргумент, ну, вот там, а как вести себя этим бойцам? Там Беркутов, они же там тоже сейчас стрелять начали. Да, но все время забывают одну и простую вещь, что если бойцы самообороны как-то противодействуют милиции, они противодействуют конкретным лицам, милиционерам. Милиционеры же, они били, избивали, стреляли абсолютно во всех, кто под руку попадется, вот об этом нельзя забывать. Женщин, студентов, журналистов, не то что даже случайно, специально выцеливали. То есть, там список раненых, там пострадавших журналистов, в том числе и убитых уже, убитых несколько человек, а раненых больше сотни было. Причем с некоторыми сотни тяжелыми ранениями, когда людям прицельно стреляли по глазам. То есть, журналисты, это явно не боевик какой-то, да? Трудно с кем-то перекутать его, когда ему прицельно стреляют в глаза. Но сейчас идут сообщения о том, что во Львове, например, невозможно дозвониться до милиции. Все аптеки закрыты, невозможно вызвать медицинскую помощь. Вам не кажется, что вот эта вот тактика захвата учреждений, в том числе и больниц, в том числе и милицейских учреждений, она все равно не является выходом из ситуации, потому что обычному человеку, обычному гражданину в Украине нужно знать, что он может позвонить в полицию, если его жизни будет угрожать что-то, он может обратиться в поликлинику, если у него будет какой-то вред здоровью. Или ситуация зашла так далеко, что вот или все идем на пролом, или, значит, сидим дальше и ждем, что будет? Ситуация действительно зашла так далеко, что его надо уже доводить до логичного завершения, потому что иначе ничего хорошего не будет. Если сейчас с режимами ДАСа покончить, то начнется жестокая расправа над всеми так или иначе причастными, ну и не только. Сколько понятно, что тогда уже никаких честных выборов президентских, не будет речи вообще ни о чем. В общем-то мы это и видели на протяжении вот этих трех месяцев. Пока был мирный протест, известно, что людей похищали, убивали, при этом милиция совершенно бездействовала, доходила вообще до абсурдных случаев, когда находят замерзший труп с связанными руками и ногами, милиция говорит, следов насильственной смерти нет. Вот как это вообще понимать можно? То есть такие случаи, они были далеко не единичные. Скажем, сжечь машины активистов, это вообще уже в порядке вещей было. То есть там ночью не проходило, чтобы там десяток машин активистов не сжигали. То есть власть, она вела себя абсолютно по-бандитски, причем как на официальном уровне, так и с помощью вот этих так называемых тетушек, которые действуют по полным покровительствам и защитам милиции. И безусловно, если сейчас с этой властью бандитской не закончить, эта реакция будет еще гораздо более жестокой, и никто не сможет чувствовать себя безопаснее. Но тут есть, конечно, и позитивные моменты. В некоторых западных областях, вот буквально перед тем, как идти сюда, прочитал новость, что уже и на Волыне милиция перешла, а на сторону людей в Тернополе. Ну, еще раньше тоже... Они заставили принимать присягу на Библии, насколько я видел. Да, слышал и такое, сам лично не видел. Но суть в том, что процесс уже пошел. Сегодня, как известно, в самом Киеве около сотни солдат ВВ было взято плен, и они уже не оказывали никакого сопротивления. То есть, в общем-то, это все безусловно временно. То есть, похоже, уже все начинают понимать, что режим рушится, уже члены партии регионов начинают выходить из ее состава, включая и вновь назначенного мэра Киева, который тоже заявил, что он выходит из состава партии регионов. То есть, я думаю, что вот эти временные неудобства, они, конечно, могут быть, но, в общем-то, режим уже действительно в такой агонии, если можно сказать. И достаточно, я надеюсь, по крайней мере... То есть, вы считаете, что нужно дожать, и эти временные неудобства, они уйдут на второй план? Безусловно, я просто не вижу никакого другого... Вы недавно, по поводу процесса вовлечения армии, вы недавно сделали заявление о том, что нужно вовлекать армию, и что армия должна нанести удар по Беркуту, то есть, применением военной силы, буквально бомбить те точки в Киеве, где расположены спецотряды Беркута. Вы до сих пор считаете, что это актуально? Я говорил, не бомбить, а штурмовать. Это немножко разные вещи все-таки. Что значит, ваши слова исказили? Да, штурмовка, она может быть гораздо более избирательной, с применением авиации, да, и это не отрицаю. В общем-то, я считаю, что в такой ситуации, безусловно, армия может встать на защиту своего народа, в общем-то, давала присягу защищать свой народ, и когда против народа развязана откровенная война, я считаю, что армия вполне может это сделать, как в той же, допустим, Египте, где военные встали на защиту своего населения. В общем-то, надо понимать, что армия, она, насколько я понимаю, тоже не очень позитивно настроена к Януковичу. Я считаю, что именно поэтому на улице Киева до сих пор нет танков. Далеко не потому, что Янукович не боится это вести военное положение, именно потому, что, я думаю, он тоже понимает, что армия, скорее всего, за него вырвать не будет. А вот повернуть свое оружие против него, оно может очень легко. Поэтому сейчас, да, есть информация, что хотят в Киев перебросить там несколько частей, но, опять-таки, это типа элитных каких-то десантных подразделений. Но все равно, в любом случае, обычно это солдаты, это люди, которые призываются среди обычных людей. В Украине пока еще армия тоже формируется на основе всего общегоинской обязанности. И вот следующего года собираются переходить уже полностью на контрактную. Ну, суть в том, да, что обычный солдат-призывник вряд ли он будет стрелять в людей. Опять-таки, вот сегодня, когда вот часть внутренних войск приходила, опять-таки, это именно ВВ. То есть призывники, а они и вверх. Потому что те-то уже настолько измазанные в крови, что, я думаю, они уже переходить на сторону людей, видимо, не будут. По крайней мере. Ну, в каких-то областях все-таки это происходит. Ну, в западных-то, да, которые себя не замораливали. Будем надеяться, что верховная власть в Украине найдется мужество принять какие-то решения, чтобы остановить кровопролитие. И во второй части нашей передачи мы поговорим о наших местных эстонских делах, о создании новой правой партии в Эстонии. Напомню, что сегодня у нас в гостях профессор Евген Цепуленко. Никуда не уходите, скоро вернемся. Спа-санаторий Нарва-Ису предлагает восстановительное лечение и спа-отдых в живописном курортном месте, где море вы можете любоваться прямо из окна своего номера. Лечебное отделение, включая физиотерапию, водо-грязелечебницу, массажные кабинеты, банный комплекс сауна Майльм для вас в любое время года. Позаботьтесь о своем здоровье и отдыхе, а мы поможем вам в этом. Спа-санаторий Нарва-Ису. Это ваш выбор. Ресторан Оля Матурютель организует праздничные застолья и банкеты на компанию до 40 человек. Приходите насладиться изысканной европейской кухней в стильном старинном доме. Приходите вместе с друзьями, родственниками, коллегами или бизнес-партнерами. Мы находимся на Томпе, в самом сердце Таллина, но в то же время в стороне от городской суеты. А если вам не нужен масштабный праздник, то просто заходите в наше уютное кафе или единственную в Эстонии винную комнату, где предлагается широкий спектр настоящих и экологически чистых эстонских вин. Оля Матур Рютель гостеприимный рыцарь ждет вас. Добро пожаловать к нам в гости, территорию нашей Таллина. Дополнительную информацию ищите на сайте или спрашивайте по телефону. Уникальные, целебные свойства солей Мертвого моря вы испытаете на себе, не выезжая в далекое зарубежье. Тойла Спа, Эстония. Это совсем рядом. Сана. Представительный магазин-салон в центре Таллина, импортирующий ткани со всего мира. Это более 20 лет работы на радость тем, кто предпочитает шить своими руками. Сана – это стильные, модные ткани. Приходите познакомиться с новой коллекцией натуральных тканей из Германии. Сана может предложить вам многое и всегда на шаг впереди других. Артекон радио Таллинн. Мы продолжаем наш эфир. Это общественная политическая передача «Многоточие». Меня зовут Владислав Копылков. Сегодня у нас в гостях профессор Евген Цепуленко и представитель новой правой партии Эстонии, которая называется «Свободная партия Эстонии». И вот сейчас как раз-таки мы о ней будем говорить. Евген, вы сказали, что вы будете заниматься в партии контактами с русскоязычным избирателем. И что ваш электорат вы видите именно как правых русских Эстонии. Вот расскажите, что это за правые русские Эстонии? Ну, во-первых, хочу уточнить две вещи. Первое, что, конечно, это пока еще инициативная группа по созданию партии. То есть официальная партия еще именно в качестве партии не зарегистрирована. То есть сейчас идет именно процесс ее формирования. Действительно, я вошел в эту инициативную группу. Опять-таки, поскольку это все только формируется, каких-то естественных должностей официальных вещей пока не идет. То есть то, что вы сказали, это, так скажем, неизвестно. Вы там заявляли, в том числе и в СМИ. Да, но опять-таки, это достаточно официальное такое. Это скорее то, как я вижу свою роль в этой партии. И действительно, я считаю, что я постараюсь быть таким связующим звеном между представителями неэстонских меньшинств Эстонии и самой партии по тому, что, как известно, в общем-то, в Эстонии хоть большинство неэстонцев голосует за левых, это объективный факт. Все-таки существуют люди, которые придерживаются правых взглядов. Даже если их, не могу сказать, что очень много, но они, безусловно, есть, они точно так же должны иметь свое представительство. Нынешние же правые партии, на мой взгляд, они достаточно уделяли внимания неэстонцам с правыми политическими взглядами. Поэтому вот одна из задач нашей новой партии, свободной партии Эстонии, это именно привести неэстонцев, включая, естественно, и русских, украинцев, представителей других национальных меньшинств, эстонскую политику, услышать их. Но кто эти люди? Ну, во-первых, это люди, которые любят Эстонию, это самое главное. Это люди, которые считают, что взрослый человек должен сам за себя отвечать, и государство должно ему создавать условия, обеспечить определенную защиту, но не заниматься раздачей каких-то подачек. То есть, что люди, в принципе, взрослые, ответственные, вполне могут сами решать, как им жить, как тратить свои деньги, чем заниматься. Роль государства должна сводиться к определенным, устаточным четко ограниченным функциям. Это предупреждение безопасности, установление определенных правил игры, помощь в разрешении конфликтных ситуаций, там, через судебные и прочие инстанции и так далее. Но, безусловно, это, опять-таки, некоторые считают, что правы, они, допустим, полностью отрицают какую-то социальную помощь. В отличие от левых, это, безусловно... Бесплатные общественные транспорты не отрицаются? Тут, смотря, надо говорить вот о чем. То есть, бесплатно в этой жизни ничего не бывает, в числе и общественного транспорта. То есть, понятно, что это все оплачивается из наших налогов, и здесь речь идет о том, на что эти деньги можно потратить. То есть, если, скажем, денег собирается очень много, и все важные задачи полностью покрыты из бюджета, то почему бы не сделать бесплатный общественный транспорт? Когда же это идет в счет каких-то важных вещей, такие как дороги, такие как детские сады, тот же подвижной состав того же общественного транспорта, вот уже два случая было совсем недавно подряд, когда эти автобусы загорались, то есть, когда это вот идет в ущерб другим вещам, то, естественно, тут возникают вопросы. Возможно, надо подумать, какие мы сделаем приоритеты, тратя бюджетные деньги на доплательщиков. Ну вот то, что вы сказали, во многом у нас опадает с тем, что говорят те же реформисты и партия ИРЛ. А вот за счет чего вы будете этих людей, как так сказать, втягивать в политическую жизнь в Эстонию? Вот какие-то механизмы вы уже продумали, как это будет происходить? Вы будете устраивать какие-то конференции, форумы, или будет какой-то новый ноу-хау, который до сих пор не задействовали правые партии, которые существуют сейчас, и именно этот ноу-хау поможет вам достучаться до национальных меньшинств, считающих себя именно избирателями с правыми взглядами? Нет, ну, в общем-то, понятно, что поскольку мы правая партия, правящие коалиции у нас правая партия, какие-то общие правые подходы у нас с ними могут совпадать. Но, как я уже сказал, одна из наиболее существенных ошибок правой партии была в том, что они недостаточно активно работали с неэстонским избирателем. А вот как эта эффективная работа должна выглядеть, в вашем случае? Ну, во-первых, общаться через те же средства массовой информации. То есть, безусловно, когда идут, допустим, какие-то дебаты, правая партия даже не может выставить ни одного человека, который на более-менее внятном русском языке может что-то объяснить, это уже, в принципе, неправильно. То есть правая партия должна иметь определенное количество членов, которые могут прийти, вот к вам, на РСНТВ, тоже, допустим, на любой другой телеканал, и четко высказать свою позицию, объяснить людям. То есть людьми, вообще, грубо говоря, надо разговаривать. Ну, к нам приходили и из партии ИРЛ, и из партии РЕФОРМ люди, Лайнерангерф и Редтрей. В принципе, они нормально говорят по-русски, но я пытаюсь понять, именно в этом будет заключаться контакт вашей партии с национальными меньшинствами? Нет, ну, разумеется, не только в этом. Именно наличие людей, которые говорят на русском языке, перфектно. Ну, в том числе и в этом, но, разумеется, не только. Естественно, мы будем, как вы сказали, различные устраивать, так, кстати, в наших планах есть, различные круглые столы, конференции, куда мы будем приглашать представителей. То есть вообще мы, в общем-то, не хотим делить людей на эстонцев и не эстонцев. То есть это... Но это уже разговоры о тех правых партиях, которые существуют сейчас, когда им задают вопрос, почему у вас нет определенной программы для русскоязычных, они говорят, мы не хотим делить избирателей. А, ну, в общем-то, мы тоже не хотим делить. То есть речь будет идти не о том, что мы будем делить. Речь будет идти только о том, что мы будем всех людей слышать и доносить свою точку зрения, и вовлекать их в политику. Но при этом мы их делить не будем. То есть это, в общем-то, очень надо точно понять и осознать. Потому что, безусловно, в общем-то, все люди должны быть равны, никакой дискриминации не может быть и речи, в том числе и позитивной дискриминации. Никакого избирательного расизма. — На самом деле это важно, потому что если мы опять-таки сравним тех же правых и левых, то есть основополагающий принцип демократии — это равенство граждан перед законом. В общем-то правые партии стоят на этой позиции очень четко. Левые, они вроде как бы тоже говорят, да, мы тоже равенство граждан перед законом. Но! А после но, как известно, идет самая главная часть. — Вот социальное равенство, оно может быть и важнее. Поэтому равенство — равенство. Давайте мы сделаем квоты какие-то, давайте мы устроим позитивную дискриминацию и так далее, и так далее. В результате получается за счет вот этих всех шагов вот это правительство перед законом, оно на самом деле исчезает. Только в том анекдоте получается, знаете, да, когда в войне пытались. — Евгений, если к вам придет инициативная группа, когда у вас уже эта партия состоится, будет функционировать, придет к вам эта группа и скажет, что вот мы народ Эстонии. — Мы считаем, что каждая нация и каждый народ имеет право на самоопределение. Мы считаем, что нами управляют жулики и воры. Мы хотим, чтобы вы и ваша партия повели нас на Эстонский Майдан против жуликов и воров. Мы вот определились, у нас есть определенное количество людей, мы хотим, чтобы вы вместе с нами пошли против этой власти. И вы, как оппозиция, что им ответите? — Ну, естественно, в любом демократическом государстве граждане имеют право на свободу митингов и собраний. То есть, естественно, если это будет мирный митинг, на котором люди хотят показать свою точку зрения, естественно, мы это поддержим. — Другое дело, что это все должно проводиться в рамках закона. То есть, надо понимать, что Майданы, они просто так на гулом месте не возникают. — Майданы возникают, в общем-то, поддерживаются мировым сообществом, то есть вообще, если мы смотрим на эту теорию права на восстание. Когда вообще народ это право получает? Ну, получают, когда права нарушаются, грубо говоря, систематически, в очень жесткой форме. Это первое. Второе, когда нету каких-то реальных, легальных способов эти вопросы решить. То есть, вот когда эти два, как минимум, условия соблюдаются, тогда можно говорить о праве на восстание. То есть, абсолютно четко понятно, что в Эстонии ни первого условия нет, ни второго. Для вот именно Майдана и какого-то там права на восстание и сопротивление. А право на мирный протест — это конституционное право, естественно, мы будем его всячески поддерживать. — Ну, я так понимаю, что вашим основным конкурентом все-таки будут правые партии Эстонии, потому что вы нацеливаетесь именно на их избирателя. Вы уже обсуждали, какая у вас будет новая идея, которая будет отличаться от идеи, которая будет отличаться от той спровоцированной этой идеи риторики правых партий. Что именно вот ваша партия, она зацепит чем-то избирателя, и эстонских, и национальных меньшинств. Вот какая-то идея уже проговаривалась у вас? — Ну, в общем-то, естественно, программа пока еще находится в процессе своего формирования, но некоторые, конечно, пункты уже есть. Первый — мы хотим сделать политику более доступной для простых людей, поскольку, как известно, как это называется, партии, причем не только коалиционные, но и оппозиционные, они уже окопались в парламенте, и, что называется, слегка забронзовели. Они уже не слышат людей, они там сидят где-то у себя на Олимпе. То есть наша задача, во-первых, сделать политику более доступной. Что для этого можно сделать? Снизить количество необходимых членов партии, снизить немного, но где-то хотя бы процентов до четырех, проходной барьер в парламент. То есть мы считаем, что четыре партии — это, конечно, мало. На мой взгляд, это нужно где-то 5-7 хотя бы, чтобы больше был спектр политических сил, за которые люди могли бы голосовать. Потому что когда слишком мало партий, здесь на спектр голосования очень узкий. Когда слишком много — это тоже плохо. Там живее Морская Республика получается, когда вообще никто ни с кем не может договориться. То есть должен быть какой-то такой оптимальный баланс. На мой взгляд, где-то 5-7 партий в этом балансу отвечало. То есть мы считаем, что партии, они должны меньше зависеть от государства. То есть мы считаем, что финансирование партий со стороны государства должно снижаться. Ну и так далее. Мы считаем, что меньше должно быть централизации. То есть самоуправление должно иметь больше возможностей для маневра, в том числе и финансово. То есть доступность политики для обычных людей. Да, чтобы власть слышала людей. А какая позиция лично у вас и может быть уже у вас, как у представителя этой новой партии, тому, что они граждане не могут участвовать в политической жизни в стране? Ну, то, что они не могут участвовать, это не совсем правильно. Как известно, они могут... Ну, муниципальные выборы. Здесь, конечно, надо смотреть на этот вопрос в более широком контексте. Безусловно, когда есть в стране люди, которые не могут голосовать, это нехорошо. С другой стороны, мы свободная страна, и заставлять людей это тоже, наверное, не совсем было бы правильным. Как известно, с момента получения независимости, если на тот момент количество неграждан было около 32%, сейчас уже меньше 7, почти 6. То есть количество упало в несколько раз. И кто-то взял эстонское гражданство, кто-то взял русское гражданство, кто-то украинское гражданство. Кому-то вообще удобнее серым паспортом, потому что он там может колосникам без виз ездить в ту же Россию. То есть, в общем-то, люди поступают так, как им удобнее. Поэтому я считаю, что неволить их – это тоже не совсем правильно. Это, опять-таки, тоже не очень правый подход. Скорее левый, когда государство решает, что человеку нужно, заставляет его это делать. Нет, тут вопрос не в том, что нужно или нет. Тут вопрос в том, что человеку могут дать право на выборы, и он уже сам решит, голосовать ему или нет. Тут вопрос только в том, чтобы дать право выбрать, а не в том, чтобы заставить его голосовать. Как это право есть? Если ты хочешь участвовать в политической жизни, получайся эстонское гражданство и голосуй, то же мешает. Вам не кажется, что вашей партии, может быть, не стоит работать с русским избирателем 50+, потому что этот избиратель уже определился, он голосует условно за Центрическую партию и вряд ли будет менять свою политическую позицию. И что вам стоит именно сконцентрироваться на работе с русской молодежью, потому что их политическая позиция еще не сформирована. Вот это вот как раз и была главная ошибка, на мой взгляд, нынешних правов партии, что они определили беспроспективные категории и на них поставили большой крест. То есть я считаю, что среди любых категорий могут быть люди с нашими взглядами, где-то их больше, где-то меньше, но это не значит, что в тех категориях, где их меньше, совсем надо про них забыть и вот живите как хотите. То есть я считаю, что это была бы ошибка и, естественно, надо равномерно работать со всеми. То есть вы в приоритет работу с русскоязычной молодежью не ставите? Мы, естественно, будем с ней работать, как и со всеми остальными категориями. Ну, в приоритете они не стоят по отношению к более возрастным категориям. Нет, мы не собираемся кого-то ставить какие-то приоритеты. А у вас уже готов лозунг партии? Нет, лозунга официального еще нет, мы над ним пока думаем. А какие варианты есть, которые вы могли бы сейчас озвучить? Ну, в общем-то... Чтобы мы закончили на такой ноте нашу сегодняшнюю передачу. Поскольку у нас свободная партия, естественно, мы за свободную Эстонию. Свободную Эстонию. Хорошо. Напомню, что сегодня у нас в гостях был профессор и представитель новой правой партии Эстонии Евгений Цибуленко. Это была общественная политическая передача «Многоточие». Меня зовут Владислав Копылков. Скоро увидимся. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok